...соответствует тому времени, тому духу. В принципе, что мы хотели, именно вот в этих стенах, получить вот эту эмоцию. Я вижу, что люди её получают. Это здорово. В синий угол вызывается Павел Скрябин. Скрябин! Встречайте! Павел Скрябин. Шесть у него профессиональных боёв, пять побед. Павел Скрябин. Вот титулованный боец, победитель международных турниров по панкратиону, тайскому боксу и кикбоксингу. Ну, достаточно мощный боец. Осваривая его поединки, мне посчастливилось быть на мероприятиях, там, где выступал Павел. В принципе, я хочу сказать, отметить, что боец очень мощный. Скачаем на ладошку, три же ниже. Хлоп! Хлоп! Обладает очень мощным нокаутирующим ударом. Недаром вот он участвует именно в бою за звание чемпиона России. Мы напоминаем, это титульный поединок. Да-да-да, это титульный поединок, который продлится пять раундов по три минуты. Хотел бы ещё раз напомнить, что партер у нас ограничен 30 секундами. Количество партеров не ограничено за раунд, но время партера 30 секунд. Ну а соперник у него Махач Мирзоев. Очень интересное у него имя. Махач, как бы, наверное, ну, деваться было некуда. Заниматься единоборствами однозначно, да, с таким именем. Мирзоев! Ну, скажем так, парень, довольно-таки на вид скромный. Очень... Посмотрим, где ли. Не один, со мной моя железная воля, воля к победе, когда на ринг выходят... Громчи, громчи, громчи! Между прочим, чемпион России по рукопашному бою. Это ещё один представитель клуба «Альтаир». Ну, насколько я понимаю, клуб «Альтаир» очень активно влился. И участвуют бойцы постоянно по боям версии драка. Да, и тренер этого клуба, основатель этого клуба, то есть они являются постоянными участниками наших турниров, всегда поддерживают. Вот сейчас, глядя на этих бойцов, вот вы помните те эмоции, когда вы выходили? Что они чувствуют? Это вот мандраж, ну... На самом деле, когда переступаешь канаты, в принципе, уже состояние такое, как на тренировке. То есть, понимаешь, что линия пересечена, и активации уже некуда. То есть, просто отрабатываешь то, что если ты настроен на бой так, как надо, то заряжен в волях победы и так далее. Если нет апатии, сомливости и так далее, то, в принципе, идёшь и делёшься, как на тренировке. А в преддверии самого мероприятия вся эта подготовительная часть, конечно, выматывает. То есть, почему стараются спортсмены поберегать от этого, чтобы они находились... Кажется по-своему. Кто-то слушает музыку. Ну, это банально, да, но тяжело в учении, но легко в бою, да, уже. Вообще-то всё приходит с опытом. То есть, чем чаще боец выступает, чем чаще боец участвует в соревнованиях, и чем крупнее, тем проще ему потом выходить на последующие соревнования, бои. И вот буквально считанные секунды остаётся до начала этого поединка. Мы видели сегодня прекрасные бои, причём техника драки была в самом разном. Да, исполняемые болевые приёмы видели, удушающие даже практически один нокаут. Да, да. Всё мы это увидели. Посмотрим сейчас. Заключительный поединок. Ну, это скользко, видимо, уже тут. Стоял при этом на ногах. Отличная координация у Махача. Надеюсь, ребята будут рассчитывать на все пять раундов. Ну, посмотрим. Ну, они прекрасно понимают, да, что дистанция достаточно длинная, и вот так вымахиваться сразу в первых раундах – это чревато, да? Конечно. С одной стороны можно победить, а с другой стороны можно вымахаться, и потом... Просто закончатся батарейки, и будет уже не на чем дальше двигаться. А вот почему мы сегодня вот видели, некоторые бойцы вроде бы титулованы и подготовлены, но уже после второго раунда та самая батарейка заканчивалась? Может быть, немножко переоценил свою область. Именно готовность общую физическую, да? Да, то есть, может быть, подумал, что оппонент гораздо слабее, и может, ну, мягко говоря, скушать его сразу в первых раундах. А вот сейчас мы видим у Павла Скрябина сечка на брови, это достаточно так, ну, опасно для тех людей, у которых, да, склоны к рассечениям, у которых острые бровные дуги. Ну, главное, чтобы кровь не лилась, да, ручьем, и тогда бой может продолжаться спокойно. Конечно. В принципе, вот сейчас был очень хороший удар справа, и это нокаут. Он попал в правой руке, а затем тут же добавил ногой, и в челюсть прилетел, ну, снаряд просто пушечный. Очень мощный удар. В принципе, как я и говорил, очень мощный боец, обладающий нокаутирующим ударом. Ну, нельзя сказать, что сам не ожидал, но вполне такая неожиданная развязка, потому что этот поединок, ну, ожидался все-таки подольше будет. Но тут это, вот он и есть, да, спорт, в этом есть единоборство, что все и решает вот такой один пропущенный удар. Давайте посмотрим повтор. Но это нам показывает только удар ногой уже, а перед этим, между прочим, было хорошее попадание справа, правой прямой. Друзья, давайте поддержим бойцов. Аплодисменты громкие и бурные. Приходит себя махачник. Громче, громче, громче. Неприятные такие поражения, когда ничего не успеваешь еще понять, не успеваешь еще вымануть, да, да, чуть-чуть даже хотя бы проверить силы свои. И тут сразу же, да, темы интересные бои. Ну, а теперь об ощущениях, когда на тебя надевают пояс. На вас надевали три. Интерконтинентальный, да, чемпион Евразии, чемпион мира. Ну, как правило, выполненного долга.